Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищи, волковник! Вольная! Более тысячи юношей и девушек 10-11 классов проходят через центр допризывной медицинской подготовки Ленинского района. Под руководством истинных профессионалов ребята получают ценные знания, которые не только помогут спасти человека, но и стать настоящими патриотами. Юноши готовят быть защитниками Родины, Отечества, понимать, что такое мужской долг перед Отечеством, перед семьей, перед собой, перед своей девушкой, перед страной. Девушек учат спасать жизнь человека, помогать человеку. Вот в этом и, наверное, является качество преподавания одного и второго предмета. Более того, мы учим ребят любить свою Родину. То есть в центре поставлена работа на высоком уровне еще по гражданско-патриотическому воспитанию. В кабинете медицинской подготовки царит особая атмосфера. Даже форма одежды настраивает на серьезный лад. Здесь девушки учатся накладывать компрессы, делать перевязки, уколы, измерять давление, ухаживать за больным и спасать человека в экстренной ситуации. Все эти знания, независимо от выбранной в дальнейшем профессии, пригодятся в жизни. Юноши в это время проходят школу настоящих мужчин. Строевая подготовка, сборка-разборка оружия, стрельба по мишеням и обращение с общевойсковым защитным комплектом. Это то, что станет хорошим подспорьем при службе в армии. Я здесь уже второй раз. Мне здесь очень нравится, потому что нам объясняют основы воинской службы, объясняют уставы, как военнослужащий должен себя вести. Нам объясняют, как пользоваться оружием, базовые основы. Потому что вдруг, если что-то случится, чтобы мы могли, чтобы у нас была какая-то база. И если придется защищать свою родину, чтобы мы не остались в стороне. На данный момент, так как мы проходили медицинскую подготовку и в 10-м классе, и в 11-м, мы уже умеем делать различные перевязки, оказывать первую помощь при экстренных ситуациях, оказывать первую помощь при обмороке, при различных переломах и также каких-либо отравлениях. Каждый человек должен иметь такие необходимые знания для того, чтобы оказать помощь не только себе, но и окружающим. Овладеть ценными знаниями в теории и на практике ребятам помогают неравнодушные, заинтересованные в каждом ребенке преподаватели, высококвалифицированные профессионалы, которые имеют как педагогическое, так и специальное образование. Большую часть своей практической работы я работала в больнице, центральной городской, больнице скорой помощи. Вот, а сейчас жизнь привела меня в стены учебного заведения. И это очень, конечно, очень интересно преподавать то, о чем ты можешь рассказать, и ты знаешь, как это правильно все выполняется и должно выполняться в стенах лечебных учреждений. Медицинская подготовка предмет – это тот предмет, который, наверное, нужен и необходим каждому человеку в этой жизни. Я, как преподаватель до призывной подготовки, их обучаю. Два раздела есть в 11 классе важных. Это защита Отечества и основы военного дела. Подраздел – военно-медицинская подготовка. Цель одна – воспитать патриота, гражданина нашей страны. Ну, и настоящего мужчину. Центр работает на базе 27-й средней школы с 2020 года. И самым весомым доказательством его эффективности является то, что многие выпускники благодарят за полученный опыт, поддерживают контакт с его учителями, осознанно выбирают профессию медика или защитника Родины и даже возвращаются, чтобы поделиться своими знаниями. А значит, педагогам центра удается следовать намеченному пути, главной целью на котором является воспитание хорошего человека. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктово».